По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Зумрад, подожди минутку. Все равно все будет хорошо. Когда? Говорю же, потерпи. Если не хочешь терпеть, делай, что знаешь. Да, Шариф Джон, учитель, извините. Что случилось? Да, жена беременна. Она хочет переехать в городскую квартиру. У нас проблема, во дворе холодно. Вот она и хочет переехать. О, Боже. Говорю же. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы даже не спросите, не устала ли я? Айден, тебе не кажется, что ты стала совсем капризной, а? Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А что ты? А я поеду в дом, где из крана течет и горячая и холодная вода. Понятно? Я что, должен сказать маме, что жена хочет жить в доме с удобствами? Добавил субтитры сделал DimaTorzok Нет, я не буду этого делать. И потом, я тебе никогда не обещал жизни во дворце. Ты знала, в каких условиях мы живем. Если вы не осмелитесь сказать, то я сама скажу маме. Она ведь мать. Она поймет меня. Узбекские невесты не ставят условия своей свекрови. Вы что, хотите сказать, что я не узбечка, да? Понимай, как хочешь. Я спать. Доченька, что с тобой? Почему ты ходишь такая задумчивая? В чем дело? Мама, мне стало трудно выполнять работу по дому. Вообще-то и раньше сердце немного беспокоило меня. Да что ты говоришь, доченька? Только не подумайте, что ваш сын женился на больной девушке. Перестань. Не говори такое. Вы тоже знаете, каково беременность женщине. Да, знаю. В это время все болезни обостряются. Вы знаете. Я все очень хорошо знаю. Я знаю. Мама, чтобы эти обострения не навредили, можно до рождения ребенка? Мы поживем в городе у моей мамы. Можно? Ты сказала про эту Айбеку? Он не знает, что вы подумаете. Дорогая моя, сейчас не нужно думать обо мне. Поступайте, как вам удобно. Хорошо? Спасибо за ваше понимание, мамочка. Ты моя хорошая. Все будет хорошо. Спасибо. Действуйте в согласии. Обязательно. Ты что, получила согласие мамы и хочешь переезжать? Я же не прошу что-то для себя. Жила-терпела. Видно же, мне день от дня все хуже и хуже. Почему вы не думаете обо мне? 80% женщин живут в таких условиях. Ходят беременные, молча и рожают. Раз так, женитесь на одной из этих 80%. Я не дура. Не буду рисковать собой и будущим своего ребенка. Что? Что? Что ты хочешь этим сказать? Значит, мы дураки. Да? По-твоему, мы дураки? Вы тоже понимаете, как хотите. Вам же нравится эта поговорка. Знаю, это не твоя затея. Это мать и сестра. Это они надоумили тебя. Мол, воспользуйся положением и избавься от этого дома без удобств. Я угадал? Абикакя, чуть что говорите о маме. Я устала от этих намеков. Лучше я буду подальше от ваших глаз. Рядом с мамой. Здесь наши отношения будут только ухудшаться. Хочешь ехать? Не стану удерживать. Скатертью до рук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пожалуйста, прошу. Ну что, поехали? Так, если на то пошло, можно договориться. Вот мразь. Ну что, попробуй. Попейте крепкий чай. Взбодритесь. Нет. Я видел ее с этим проклятым Иркином. Вместе с ним. Они спускались со второго этажа вместе. Слышишь? Вместе. Вместе. Откуда он взялся? А может, между ними что-то есть? Откуда он взялся? Она обманывала меня. Они оба обманывали меня. Да. Оба меня обманывали. А я во все верил. Не прошло и трех месяцев, а они издеваются надо мной. Айбек. Я знаю, вы сильный парень. Я всегда во всем брала пример с вас. Вы должны верить в свои супруги. Айдын хорошая девушка. Я верю в нее. Ну и что, что вы видели их вместе? Это ведь ничего не доказывает. Эркин оказался тоже ученым. Может, по работе к ней приходил. Вероятно, кроме Айдын некому справиться с этой задачей. Нельзя сразу думать о плохом. Я разведусь с ней. И женюсь на тебе, Лола. Ты не станешь что-то требовать. Будешь любить безвозмездно. Ты ведь ничего не требуешь. А для Айдын муж и жена должны быть равноправными. Она все делает только в обмен на что-то. Айбек. Это судьба. Это не базар, где идет торговля. Правда? Посмотрите мне в глаза и скажите. Я забыл Айдын. Я ее не люблю. Скажите, что никогда не будете вспоминать ее. Что вам безразлично, с кем она будет жить и разговаривать. Я Айдын. Я ее... Бия... Я ее... Вот видите. Даже пьяно вы не можете сказать, что забыли Айдын. Но я ее... Я ее видел. С этим Иркином. Видел, понимаешь? Поднимите голову. Поднимите. Любящий человек должен защищать свою любовь. Любовь быта крепость. Окружите ее своей любовью так, чтобы никто не мог приблизиться к ней. Поднимите голову, пожалуйста. Неужели вам... Чужда такая любовь? Конечно же, нет. Ты... 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 Смелая женщина. Я просто... Любящий женщина. Любящий женщина. Субтитры сделал DimaTorzok Айбек Что ты задумал? Хочешь развестись? Да Не делай этого, сынок, не делай Ладно, я согласна Поживет у своей матери Только не разводись Прошу тебя, сынок Мама Из-за этой проклятой войны Я вас растила одна Вы выросли, не сказав слова Отец Отцовской ласки никогда не видели Ты что, хочешь из-за пустяка Сделать ребенка безотцовщиной? И если ты сделаешь это против моей воли Не видать тебе материнского благословения Товарищ Кадыров В прошлый раз, рассмотрев ваше заявление о разводе Мы предоставили вам трехмесячный испытательный срок Потому что я не вижу никаких оснований для развода Для этого недостаточно одного утверждения Не сошлись, мол, характерами Хм А еще оба ученые Ведь вы Во всем Должны быть примером Друг для друга Ну что Я вырос без отца Когда пришла похоронка с фронта Бедная мать сидела вот так же понуро, опустив голову Отец погиб на фронте Это судьба, но Я Почему я Лишаю неродившегося ребенка отца? Неужели я Настолько бессердечный человек? В чем вина этого ребенка? Айден Что предосудительного она совершила? Ничего Она всего лишь просела улучшение условий жизни Товарищ Кадыров Почему вы молчите? Я жду ответа Мы не разводимся У нас нет такого намерения Олмасаки Вот это Другой разговор Сестра А вы что скажете? Мы договорились Супруга тоже Согласна Просто Мы оба Немного Погорячились Извините Мы вас Беспокоили напрасно Вот бы Все заявления о разводе Заканчивались Именно так Надеюсь, что впредь Вы будете жить В мире И согласии Спасибо Решение экологических проблем Впервые началось В Соединенных Штатах Америки Именно там был принят первый закон Об охране окружающей среды Вслед европейские страны Япония Учредили экологические министерства И они начали действовать Входите Здравствуйте Здравствуйте Можно шериф Джона? Шериф Джон, прошу вас Можете выйти Итак После этого Ряд других стран Что случилось, учитель? Шериф Джон Звонила мама С тебя причитается У тебя родился ребенок Ты теперь отец Неужели? Правда? Да Ну, беги в родильный дом Но у меня лекция Какая лекция? Беги Я сам все вважаю Спасибо, учитель Беги Да Поздравляю с дочкой Ждала тебя с работы Вот букет Здравствуйте Я так спешил, что забыл про цветы Ничего страшного Извините А почему дочка? Откуда мне знать? Это как Бог дал Дочка Ну да Верно Ну давай быстрее Спасибо Она, наверное, ждет вас Не дождется Понятно Хорошо Но сейчас туда нельзя Врачи еще не разрешают Дайте немного медсестрам денег Они вас пропустят У меня припасены деньги Хорошо Ну ладно, идите уже Ой, извините Смотрите, куда идете Простите, пожалуйста Здравствуйте 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 Спасибо Можете сойти на десять минут Хорошо Спасибо Не за что Здравствуйте Ну здравствуй Как ты, милая моя? В такой момент Бог прибавляет силы А на кого она похожа? Узнайте Когда сами увидите Мне очень интересно Можно? Проходите Айбек Кадорович Присаживайтесь Учитель Я уверен Если бы услышать про это Обязательно будете возмущены Некоторые студенты Заочного факультета Вообще не посещают занятий Сессию Закрывают деньгами Это возмущительная ситуация Айбек Джан Вы Ученый человек Побучались в Москве Но Ваша вспыльчивость Не знает границ Прошу Успокойтесь Значит Пусть процветают взятки А мы будем Тихо преподавать И все Вот опять кипятитесь Кто этого не говорит Но ярлык взяточника Клеить на каждого Это недопустимо К примеру Вы берете взятки Я презираю взятки И того Кто ее берет Похвально Значит Вы взяток не берете Я взяток не беру Еще кто-то не берет Если мы объединимся Станем большой силой Потому что Это Небольшая проблема Если вовремя Не обрезать эти ветки Она может разрастись Эйбек Джан Вы работаете А мы эту проблему Решим Внутри коллектива Если об этом узнают Сверху Нас всех Заклеймят Идите Учитель Эту болезнь Нельзя скрыть От людских глаз Так ее не искоренить Идите Я сказал Мы сами Решим Эту проблему Вы свободны Хорошо Айбек А Учитель Здравствуйте Здравствуй Ты ко мне заходил Что случилось Присаживайтесь Пожалуйста Итак Дома Все хорошо Хорошо Спасибо Родные Живо здорово Говоришь Живо здорово А сам Темнее тучи Я не знаю Можно мне Об этом вам Говорить или нет Но Если не скажу Совесть замучает Начал Так говори Студенты Заочного Факультета Вообще Не посещают Занятия Продолжай Учителям Даже Простым Лаборантам Дают взятку И закрывают Сессию Краем уха Слышал Об этом Мы Тоже получаем Сигнальные письма По этому поводу Решено Самим Провести Расследование Уверенный Если вы Возьметесь За это Проблема Обязательно Решится Айбек В мире Есть Такие Проблемы Братцы За которые Считаются Безумством Неужели Так трудно Искоренить Проблему Взяток А? Может быть В какой-то сфере Возможно Их Искоренить Но Взятка И взяточник Послушай Давай лучше Не будем Дискутировать По этому поводу Я приглашу Комиссию В институт Надеюсь Решим Эту проблему Большое спасибо Слава Богу На свете Есть такие люди Которые чувствуют Чужую боль Как свою Спасибо Учитель Будь здоров Можно войти Входите Айбек Кадырович Вас Вызывает Ректор Как вы узнали? Вы что Не слышали Что я Предсказатель Нет Не слышала Здравствуйте Айбек Джан Вы возомнили Что преподаватель Института Это большая должность? Не должность А долг Учитель Я же сказал вам Эту проблему Мы решим Сами Внутри коллектива Слуг Дошел До самого Министерства Скорее всего Это ваша работа Признайтесь Признаю Они теряют Не сможет Создать Этот экзамен Потому что Это совсем Нелегко Вот что Меня гложет Учитель Не уверен Что из этого Что-то получится Айбек Дай бог Что получилось Мы изучили заявления Студентов Заочного факультета Некоторые факты Уже доказаны Те Кто приступил Закон Обязательно Понесут Ответственность Впредь Каждый На своем Рабочем месте Должен Работать По совести Кроме этого Докучать Вышестоящим Чиновникам Такими мелкими Проблемами В корне Неверно Пузырь Лопнул И оказался Пустым Некоторые Думают Что могут Перевернуть Мир Можно Задать Вопрос Ваша Задача Качественно Обучать Студентов Айбек Садись Никто Не должен Думать Что Учитель Это Какой-то Кляузник Спасибо За внимание Можно Задать Вопрос Айбек Но Ты же Понимаешь Что К чему Не Стоит Драться С Ветряными Мельницами Все Успокойся Но Ведь Это Не Маленькая Проблема Знаю Почему Они Сглаживают Углы Сейчас Не Время Айбек Успокойся Вот Вот Так Так Очень Айбек Очень Странные Результаты Расследования Комиссии А что В них Странного И тот Кто Брал Взятку И кто Давал Взятку Известная Но Они Все Замели Двумя Выговорами И Все Да И не Говори Они Меня Заткнули Обязали Курировать Заочное Отделение По Двигателям Да Каждому Свою Машину Учитель Да Пробудить Совесть У некоторых Своих Коллег К сожалению Это Невозможно Прошу Учитель Не Обижайтесь На Мои Слова Но Мне Кажется Все Это Напрасно Ну Вот Погляди Эти Приборы Куплены За Границей На Валюту Так Почему Они Простаивают Их Нужно Использовать Учитель Конечно Нужно Когда С помощью Этого Оборудования Ну Вот Взгляни Мы Создали Для Фермерских Хозяйств Машину Уз Фермер Она Поднимает До 15 Тон Грузов Вместо 16 17 Литров Тратит Всего 7 Литров Горючего Значит Мы И впредь Должны Добиваться Хороших Результатов Используя Это Оборудование Мы Будем Стараться Учитель Ну Ладно Примемся За Дело Не Знаю Как Вам Сказать Как Вразуметь Но Из-за Вас Мы Сейчас На Плохом Счету Чуть Что Отправляют Комиссию К нам У нас Вечная Проблема Учитель Я не Понимаю Я Думал Что Делаю Благое Дело А Все Обернулось Не Так Ведь Я Установил На Место Тормозной Диск Который Пылился Несколько Лет Открыл Научную Лабораторию Ведь Это Оборудование Куплено На Деньги Института Или Может Кто-то Подарил Нам Бесплатно Конечно Куплено Раз Так Аспиранты И Студенты Могут Успешно Его Использовать Разве Это Плохо Это Конечно Хорошо Когда Какие Ко мне Еще Претензии Лично У меня Нет На Вас Поступил Сигнал Вы Присвоили То Что Принадлежит Институту Превратили В частный Бизнес Используете В корыстных Целях Неужели Я что-то Забрал К себе Домой Может Быть Продал На рынке А Они там Где и были Разница В том Что Раньше Они Пылились А сейчас Работают И Все К сожалению Они Этому Не верят Опять В комиссии Опять В проверке У всех На устах Один вопрос Чего Не хватает Айбеку В общем Будьте готовы Завтра К нам Едет Очередная Комиссия От Предыдущей Комиссии Был толк Будет Будет Ли толк От Этой Новый Это Оборудование Полезно Не только Для Аспирантов И Студентов Даже Доктора Наук Могут Им Пользоваться Я Я Смог Запустить Его С помощью Студентов И Друзей Мы Обошлись Без Финансовой Помощи Института Понятно А Скажите Что еще Нужно Чтобы Это Заработало В полную Силу Несколько Самодельных Приборов Их Соберут Немецкие Друзья И Установят Здесь Безвозмездно Откровенно Говоря Я в курсе Этих дел Мы Советовались С Айбеком Перед Началом Работ Я Обещал Ему Что Во всем Мы Готовы Оказывать Всестороннюю Помощь Верно Да По-моему Все идет Хорошо Мы Всегда Поддерживали Начинание Этого Ученого Так что Айбек Продолжай Изыскание Спасибо Хорошо Пойдемте Удачи Вам Спасибо Вы Совсем Заморочили Мне Голову Что Вы Хотите Скажите Наконец Я Повторяю Еще Раз Айдын Родила Не От Мужа Они Жили Вместе С Моим Родственником Иркином В Москве И потом Много Раз Встречались Муж Не Знает Про Это Я Должна Забрать Ребенка После Рождения Говорите Сколько Пожелаете Только Отдайте Его Мне Пожалуйста Вы Просите Невозможное Если Ребенок Действительно От Вашего Родственника Может Сделать Анализы Может Восстановить Отцовство Вот Так Будет Правильно А Так Нельзя Это Невозможно Но Это Редактор